Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я покажу самый обалденный соус к пасте. С ним получается самая вкусная паста в мире. Готовится долго, но очень просто. Причем долго это ждать долго. Своего времени вы потратите в самом начале 25 со сил 30 минут, а потом ждите 4 часа окончания готовки. Но он отлично хранится в холодильнике, более того, его можно разделить на порции и заморозить. Когда вы захотите побаловаться вкусняшкой, то времени на приготовление уйдет. У вас ровно столько, сколько потребуется, чтобы сварить макароны. И самый главный секрет в чудовищном количестве лука, который по кончанию готовки превратится просто в нечто совершенно невообразимое и потрясающее. Поехали! В чугунок наливая оливковое масло extra virgin. Это важно. Использовать ароматное, с горчинкой, холодного отжима. Оно даст совершенно потрясающий аромат. Еще понадобится небольшой кусочек сыровяленого окорока. В Италии он называется прошутто. Вместо окорока можно использовать сыровяленую грудинку. В Италии панчетто. Либо вообще небольшое количество соленого свиного сала. Тоже все будет отлично. Ну и пока прошутто обжаривается, нарублю мелким кубиком морковь, стеблевой сельдерей и одну среднюю луковичку. Что тут варится? Отлично! Надо нарезать мясо. Для этого блюда идет мякоть. Хорошая, но недорогая. Подходящая для длительного тушения. Можно брать самое жесткое мясо. Все равно за четыре часа в луковом соке оно станет по консистенции как тушенка. Так, можно класть сюда. Ну и со всех сторон его надо запечатать. Слегка-слегка подрумянить. И обратите внимание, на килограмм мяса идет два килограмма лука. Представляете все соотношения? Пока нарежу помидорку. Она нужна, чтобы кислотой сбалансировать сладость лука. Пора уже, кстати, овощи сюда отправить. Кстати, называется эта смесь Мерпуа. Ну и пока здесь все обжаривается, нарежу оставшийся лук. Как именно нарезать неважно. Все равно за такое длительное время тушения он весь расползется, превратится просто в отличный за обалденный соус. К мясу надо добавить сухого белого вина. Не обязательный ингредиент, но с ним вкуснее. И помидоры сюда же. Сейчас еще буквально пять минут и вся возня соусом будет завершена. Лавровый лист, соль, перец и опять лук. Все. Важно готовить на слабом огне и в чугунке, ну либо в кастрюле с реально толстым дном. Если у вас газовая плита, вообще поставьте ее лучше посудину на рассекатель. Примерно через полчаса нужно будет все перемешать, заглянуть туда, проверить. Ждем. Если сок у вас слишком сильно выкипает, исправить дело можно, подливая кипяток. Но лучше все-таки отрегулировать процесс мощностью нагрева в вашей комфорте. Вы посмотрите на это чудо. Обалденный, ароматнейший соус готов. Вода уже кипит, соль сюда. Пасту для этого блюда я выбрал пенни-зитти. Видите? Пенни-зитти-регата. Регата это значит ребристая. Варить ее нужно до состояния аль денте и даже еще немножко более сырой вытаскивать из воды, потому что до кондиции она будет доходить в соусе и впитает в себя весь этот ароматный обалденный соус. Какой аромат, а? Какой аромат! Вы не представляете себе. Еще это очень экономное блюдо, потому что совсем небольшой кусочек мяса надо разделить на волокна, вернуть эти волокна в соус, чтобы не прогрелись в нем и выложить в этот соус пасту. И еще немного пармезана и, конечно, черного перца. Это просто бомба! Такой яркий, насыщенный мясной вкус, сладость лука, кислинка за счет вина и за счет помидоров, острота присутствует за счет перца. Прям вот супер! Слушайте, это совершенно офигительный соус. Наверное, я считаю, это самый классный соус из итальянских соусов в пасте. Просто невыбросимый бомбический вкус. Слушайте, нет слов, приготовьте и вы будете в диком восторге. Сейчас я и мои юные операторы вот эту посуду едят. Все это мясо, что у меня осталось в соусе и то огромное количество соуса. Мясо я разберу на волокна, смешаю соусом, разолью по пластиковым коробочкам порционным и уберу в морозилку. И тогда, когда нужно будет приготовить эту классную штуку, достой из морозилки, разогреваю на сковороде так, чтобы он закипел, отвариваю пасту, добавляю к соусу и получается вот такая вот бомбезная штука. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok